Всем привет, ребят! С вами я, Кира Нэйт. И если вы подготовили какие-то вкусняшки и чаек, нет, убирайте срочно в сторону. Сегодня у нас тема, конечно, будет тоже о одной вкусняшке, но совсем не о той, которую употреблять можно с чаем. Хотя, наверное, найдутся такие индивидуумы. Да хотя, да, что найдутся? Конечно, найдутся, чего я только не насмотрела, чего только мне не присылали. Но я думаю, нет. Все-таки уберите чаек, уберите вкусняшки, посмотрите спокойненько. Сегодня у нас тема всеми любимая. Это попа, попочка, черная дыра, сжавшаяся очко, сладкая дырочка. Мы будем говорить абсолютно о всех, о мужчинах и о женщинах. Вот смотрите, допустим, вот мне было бы страшно, ну, лезть в попочку, да? Особенно если это спонтанный секс, и мужчина просит залезть в попочку пальчиком, ну, блин, он же не подготовлен, да? Он же в любой момент может выпустить оттуда птичку, да? А мужчины вообще всегда хотят залезать в женскую попочку пальчиком. Я не понимаю, конечно, этого кайфа, но все утверждают, ну, не все, 95% девушек утверждают, что это кайф. Я не знаю, по мне это смешно, это дискомфорт какой-то, во-первых, и ты вообще не можешь расслабиться. Но это по мне так. Может, просто люди действовали как-то неправильно? И вот сегодня я хочу в этом и разобраться. Обычно как это происходит? Ладно, еще руки чистые и под ногтями чисто. И пытаются что-то там, что-то там расковырять, прорубь, наверное. Вот это ковыряют, ковыряют. Ты возбуди сначала девушку. Если вы лезете туда, не подготовившись, да, не возбудив хорошенечко девушку, конечно, она будет вот убирать вашу руку, не лезть туда, потому что она не возбуждена. Если девушка не возбуждена, вот все вот это вот ваше ковыряние ей принесет только неприятные ощущения. Хватит это терпеть! Сначала нужно возбудить прелюдии, да? Сначала нужно позаниматься вагинальным сексом. И вот эти вот ваши, когда вы уже позанимались и думаете, ну все, жопочка раскрылась, да, цветочек раскрылся. Сейчас пальчик засуну, а она задышит, да? Нет, ребята, вот эти ваши... Да побольше! Понимаете, слюни это не то. Слюни, они высыхают. Это некомфортно. Смазка, которую вы думаете... Так, вагинальный секс. Так, ага, там все мокро, давай вот отсюда перенесем вот сюда вот. Это, блядь, это вообще просто перебор. Если у вас нет ничего под рукой, значит вы не были к этому готовы и не надо начинать. Обязательно для этого нужна смазка. Да, это не член, это небольшой, да? Это всего лишь палец. Но смазка нужна, потому что дырочка-то маленькая. Дырочка маленькая и нужно, чтобы она вот именно набухла, возбудилась, чтобы она заиграла, да? А то есть, если вы будете слюнями вот это там, что там, ну солить, я не знаю, это только экстремальные, если какие-то обстоятельства, да, и у вас вообще ничего нету, да, и вы прям очень сильно захотели, тогда возможно. Но нужно делать это обязательно со смазкой. Изначально нужно девушку расслабить, сделать куни, заняться вагинальным сексом, потом, допустим, опять немножечко полизать и перейти на попочку, потому что если девушка подпустила к ее попочке, значит она готова, значит можно сделать анилингус, значит у нее все там чисто, она там сделала клизму и так далее, да, сделать анилингус. И тогда уже приступать со смазочкой, потихонечку, не так вот давай ссувать туда, потихонечку полизали, ручкой, полизали, ручкой и потихонечку круговыми движениями засовываем пальчик, понимаете, не сразу, не на сухую. И мужчины, обратите внимание на то, чтобы ваши ногти были чистые, потому что вот большинство мужчин, которые работают, даже не знаю, как назвать эти работы, на грязных работах, там на стройке, да, там еще где-то. Я вот в маршрутке зачастую замечала, что у них очень грязно под ногтями, то есть если вы такими руками полезете в попочку, то возможно занести какую-то инфекцию, да, потому что может быть и ранка там и так далее, и тому подобное, то есть все что угодно. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваши пальчики были чистые. Но бывают такие случаи, это зачастую, когда спонтанный секс, да, то девушка категорически против. Нет, не лезь, нет, не лезь, не надо, потому что она не готова, а вдруг она пукнет, а вдруг она обкакается, а вдруг еще что-то. Вы представляете, как это испортит вообще всю картину? Ну, если девушка категорически вам не дает туда, не подпускает вас туда, не лезьте, не лезьте, поймите, она не готова. Я тут, кстати, делала опрос, почему же вам нравится вот именно палец в попочку, да, значит, первый вариант был, потому что там узенько и как бы вот это вот все. И второй вариант был, это то, что им нравится, когда они занимаются вагинальным сексом, да, и в это время палец засовывают девушке в попочку, то через эту тоненькую стеночку они чувствуют свой член. То есть большинству оказалось, что нравится именно это. Напишите в комментарии свой ответ, что же вам нравится, почему, вернее, вам нравится засовывать палец в попочку, и нравится ли вам это вообще, и хотите ли вы девушке засовывать, или хотите, чтобы вам засовывали, или все вместе. Это было комплексно, так сказать. Вот такой вот у нас ролик, ребят, получился. Все, что я сказала, это касается и мужчин, и женщин. То есть оба должны быть подготовлены, если хотят получить удовольствие. Без подготовки, не знаю, вот я к себе никогда не подпущу, если я не подготовлена. И, допустим, если мужчина попросит, да, а я знаю, что он откуда-то только пришел с работы, да, то есть он там день не готовился, там не ставил себе клизму, да, не ходил в душ, и, естественно, я тоже туда не полезу ничем абсолютно, потому что все может вылететь, правильно? Вот, ну, на этом, наверное, все. Не забывайте про мои закрытые группы ВКонтакте. Кстати, эти два дня у меня действует скидочка. Не, я напишу в описании, какие именно два дня действует скидочка. Пишите мне в личные сообщения, если что-то непонятно. Ссылочки все в описании. Я отвечу на все ваши вопросы, как туда попасть. Также подписывайтесь на мой инстаграм, на мой тикток, где постоянно выходит видео. А в инстаграм я, кстати, очень часто выкладываю сторис о том, что у меня происходит в жизни, поэтому вы не все можете увидеть у меня на канале. Ну, наверное, все. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И если вы хотите помочь моему проекту материально, то донатики в описании. Я буду очень вам благодарна. Ваша Кира Найт. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok